Я родилась в Уфинской гуверине. Там уже родился... Ну хорошо. А вы родились... Уфинской гуверине. Уфа. Уфинской? А где это есть? Это Казанская, Уфинская. Это в России. В России это близко к Москве или... Центр России это там. Далеко от Москвы. О, далеко. Далеко от Тиберии? Ну, а это считается... Где Волга? Волга. Вы помните Волгой? Да, да. Это на Волге. На Волге. А муж где родился? А муж Уральской гуверине. На Урале. На Урале. Да. Оренбургский казак. Оренбург. Горо-старин. Хорошо. А вы... Ваш день рождения когда? 23 июля. А в каком году? В 1887 году. Ага. А муж на год раньше. На год раньше? На год раньше. Хорошо. А... Когда... Когда вы приехали в Америку? В 20... Но в 11-м году. 11? В 11-м году мы приехали в Америку. Вы уже... В Сан-Франциско руководящим общиной. В Сан-Франциско? Да. Разве? Это наш город. У меня... Саша родился здесь. Саша. О! Саша родился в Сан-Франциско. Кензас-Стрит. Ага. Но Кириллайн. Кириллайн. Да, да. А на горе. Да, на горе. Ну ничего. Значит, ваш муж и вы, когда вы живете в России, вы занимались духовной работой? Духовной. Да? Я женским кружком, а он общее собрание. А у нас было женское собрание. Я на женском собрании проповедовал. Это где? Баптистов. Это работали в Монс-Сибири, в Лаговещенске. А, мы будем дальше проверить, как сделать. Продолжаем. Ну, значит, ваш муж служил в духовной работе в России раньше, чем раньше. Он приехал в Америку, так? Раньше. Он проверовал еще много раньше меня, и он с первого дня работал в России. В котором году это было? В восьмом. В восьмом году? Да. Он проверовал тогда, в восьмом году. Ага. И вы тогда были баптисты? Баптисты. А в Ташкенте он поверил, а я тоже ташкентец. И в одно и крещение мы приняли в Ташкенте. Ну, и когда вы приехали в Америку, вы приехали как баптисты? Да. О. Как баптисты приехали. Ага. Но вы приехали где? В Нью-Йорк? Ну, Сан-Франциско. Сан-Франциско? Сан-Франциско. Это наш первый. Через Европу? Через Китай и Японию. О, Через Китай. Мы в Харбине тогда жили. Из Харбина? Да, да, да. Муж приехал. А кто меня за ним? Ну, когда вы жили в России и служили, тогда свобода была для религии? Была свобода. Можно было? Русские православные священники, архиереи приходили в собрания и беседовали с моим мужем и другими братьями по духовной работе. Ну, и у вас, ваш муж был пастор, церковь большая? В Иркутском была и в этом, Благовещенство большая была, в Иркутской церкви, но там было, было кроме пастора. А в Москве, в Москве, в то время было много баптистской церкви или евангельской? В то время мы не были в Москве, так что я не могу сказать. Но, а в каком городе вы служили, или он служил как кастом в России? В Иркутском, в Красноярском. И там было сколько церквей в евангельском? Было евангельских, я думаю, по одной, одна церковь, и православная одна, и верующих. А, значит, город не был такой большой? Нет, он только строился. Красноярск только расстраивался, еще не назывался Красноярск. Хорошо. И когда вы приехали в Сан-Франциско, он здесь? Он уже был пастором здесь. В Сан-Франциско, как долго вы здесь? Здесь он был два года, и уехал в Лос-Анджелес, и там пастором работал. А из Лос-Анджелеса он хотел ехать в Театр Вашингтон, там не было русской общины. И он уехал. У меня была хорошая работа в Лос-Анджелесе, Women's Christmas Association. Я была в ресторане, работала. И мне не хотелось уезжать из Лос-Анджелеса. Когда он уехал, там дети заболели коклюшами у меня, и уже нельзя работать. Мне пришлось броситься работать и не ехать. Ну и он уехал в Сеатл тогда? Он уехал в Сеатл. И начал что-то там? И там начал работать, и в ресторан идёт, ищет русских, находит и приводит собрание. Так организовали мы общину Сеатл Вашингтон. И он долго там был? И там были три года. А после того что? А потом поехали в Нью-Йорк, потому что там по вере владел русский офицер. Его отправили в Нью-Йорк с этим учителем русского языка. Но это всё... Там была библейская школа, библейский институт. Но это всё было пока вы ещё баптистами. Всё это баптисты. А в Нью-Йорке уже мы приняли духовное. Приехали в Нью-Йорк, Господь крестил. Там у нас сосед был Сирец. Сирец, конечно. Он был у нас сосед. Он беседовал всегда крещение духовное. И спорили не с мужем. А я думаю, зачем мне спорить? Надо молиться. Господь откроет. И когда моя девочка ходила с их детьми в собрание пентикуасов, американское, а мой муж поехал в Филавел, приговорит мне, ты больше верочку не пускай в собрание, потому что меня баптисты будут отлучать от меня за то, что мы ходим в американские чёщи, молимся о крещении. А он уехал, а девочка ничего не знает. Пошла в собрание. Её, Господь, в тот день крестил до конца этого. И приезжает мой муж в понедельник, и она говорит, папа, у меня Господь духом крестил. Он берёт её и плачет. Верочка, ты молись, чтобы меня Господь крестил. Идёт собрание баптистам, говорит, братцы, сёстры, я выхожу из собрания, не открыто крещение духовное, а вы вставайте. Они говорят, мы все верим, мы все выходим. Собрание пустое, остается паптистская церковь. И мы нашли там на 11 улице собрание, у этих проститерян, и туда ходили и молились, и Господь, каждый вечер собрание, и Господь крестит дух. Это было всё в 18-е, 19-е, 20-е, до 20-го года. В 20-м году, по откровению, мы уже поехали в Бодейство. Ну, а когда вы открыли собрание там, в Пресвятерянской церкви, кто там руководящий был тогда? Мой муж был. Он был? Он был. Он открыл это собрание, он был руководящий. Там же жены. Там он оставил это собрание, уехал в Россию. Уже в аптистское собрание оставили, ушли в Пентикосов, Чарльз. А после этого было через Колтович, там ещё была Колтович, через неё было открыто, чтобы ехали в Россию. Колтович здесь жил, в Нью-Йорке? В Нью-Йорке жил, с женой. И через того, Колтович, и когда они из этих собраний, к нам заходят ночью, молятся, и я слышу, через Колтович было сказано, поедешь в Россию, ты, твоя жена и твои дети, и Колтович сам он должен, это Дух Святой, да? Дух Святой, через Дух Святого. Он сказал, это на вашего мужа? На мужа, да. Что он, и вы, и дети в Синьи едут в Россию? А в то время мне в сновидении Господь показал, Бог Отец, Бог Синь, Бог Дух Святой. Я думаю, пришествие Христа, иду, говорю, Господь мой, Бог мой. Когда я не подошла, вот так, стена, исчезли все три, никого нет, я одна. Тогда я вижу второй сон. Через крышу Дух Святой изливается в нашу церковь, которую мы сняли, и Дух Святой изливается и крестит. А там жила Федора, и она отроду молилась о крещении. Я иду и говорю с нею, я говорю, ты видишь, как Дух Святой изливается с неба? Она говорит, я на Господь вижу. Я говорю, Господь, крести ее Дух Святой. Она говорит, да, Господь, крести. И опять проснулся. Вот такие сны, я видела, сладенье, и видела Господь. Ну, хорошо. Теперь, через двух сетов сказано было, что вы ехали в Россию. Это в 20-м году. Это в 20-м году. И через днем, мужу моему было сказано 30 и 33. И Дух Святой из них чешнёк плакал. И приехали... Как было 30? 30 и 33. Две цифры. Это было в Нью-Йорке, было в Болгарии и в Одессе. Что это значит? Три цифры. И он говорит, молитву на группу, он говорит, сестры, братья, молите, что Господь хочет сказать за этим? Не было открыто, не было сказано. А когда мы уже оставали в 30-м году, я пришла в тюрьму к нему и говорю, 30-й год исполнился. В 30-м году меня отставали. Я туда приехал, к нему в лагерь, уже отставлено, я говорю, в 33-м исполнился. Меня отставали. А в 30-м год. Да, ну хорошо. Значит, муж когда уехал в Россию, вы с ним ехали? Было 70 семьями. И сколько детей-то не было? У меня было тогда, значит, Саша, Петя, четверо, четверо. Четверо. Ну нужно денег на билеты. Ну в Нью-Йорке нам все. Собрали, он получал тогда уже не 35 долларов, а по 100 долларов. У нас деньги оставались. 100 долларов что? Месяц. Месяц. А так он получал 35, и американцы платили ему. А это русское собрание в Нью-Йорке уже 100 долларов платили. Какие американцы? Ну, Америка. Для проповедников. Вот Сан-Франциско, в Сеаттл, в Вашингтоне ему оплачивали. Баптисты? Баптисты. О, Баптисты. Ага. Хорошо. В Нью-Йорке уже 100. Хорошо. И не заработал. 100 значит от 50-ников. От 50-ников. Ну, но тогда 100 долларов это в Америке нужно денег на билет и нужно было много что купить, чтобы уехать. Нам пожертвовали целый сундук железно кованый Библии, Евангелие и Кусли. Они все ему привезли в Одессу. Значит, вы уехали в Одессу? В Одессу. Нам был путь, он был в Одессу. Но мы заехали по пути в Болгарию. Мы жили в Болгарии год. В Костянтинополе мы жили несколько месяцев. И там проповедан Евангелие. Полное русским. Там русских делом нато? Были там много беженцев. Но когда вы жили, вам прислали дни, прислали дни. Присылали уже в последнее время Перкин и Питерсов работали здесь. Ага. Они прислали. Ага. Они прислали. Поддерживали. Поддерживали. Даже Павлов получал и Колтович получал еще некоторые проповедники. А Костянтинополь когда там? Вы сказали, что он в Нью-Йорке был? А он с нами поехал. О, в то же самое время? Он с нами в это время приехал. И он тоже в Константинополе, в Болгарии, в Болгарии был и в Одессе. А потом он поехал в Минск, нашел жену свою и оттуда приехал в Одессе. И когда арестовали всех, его арестовали, сослали его, и он умер в лагере. А я как-нибудь... в Голтович, он умер в Лагере умер. В 2002 году? Это было в 1935 году. Ага. Значит, он 15 лет мог служить. Да. И как? Он валил желудком, а там зима, деревья, работа тяжелая и холодная. А долго, когда нет передачи, посылки, то ему поддерживали они друг друга с братом в Москве. Радость. Аминь, я вас... Ну и чего? Значит, Калтович тоже, когда уехал, его поддерживали здесь американцы? Или предпринимали? Уже присылали ему, и там Кушнирева была, всех проповедников американцев посылали все. Это... Пентикостов. Ага. Американцы. Американцы. Угу. Всем присылали. Да, да. Хорошо. Это значит Петерсон или Паркин? Паркин и Петерсон. Они двое. Но они вместе тогда были или как? Вот я не помню. Не помню. Ну, когда вы приехали в Одессу, как вы нашли духовную помощь? А мы пришли, приехали, когда в Одессу нашли евангийские христиане и баптисты. Одна была церковь евангельская, другая баптисты. То мой муж пошел к баптистам, а потом нужен к евангельским. Так он сказал, братцы, я буду утром у баптистов, а вечером к евангельским. поэтому у них большие залы, много народу, интеллигентные. У евангельских. А в аптисто проще. Так он говорит, я говорю, так, буду у вас утром в аптисто, а евангельских вечером. А когда только сестры приняли крещение, начал Господь прийти, думал, ни денег другие уже не хотят. То прямо обижались, ругались, что к нам нужно, к нам нужно. А когда только получили крещение, первые сестры, то и другое не хотят. Ну и что тогда? И тогда отдельно и сняли собрание, и Господь костюм духался. И в то время и голод, и холод, и одежи нет, и кушать нечего. Это в котором году? Это было в 21-м и 22-м дат. Голод и нет? Такой голод, что люди прямо одежу продавали, а в мешках ходили. И в тряпками. В Одессе? В Одессе. Тряпками запотанные ноги. А почему голод? Это в Одессе это самое главное голод. Ни хлеба, ни муки, ни кафе. Забрали в Советский Союз. А не урожай был. Самый голод был. Мы приехали. И мы, когда мы жили в Болгарии, да, Болгары так говорят, объявление Афиши, что в России холера, чума и голод. А я спичу мало летзем. Беофлот. Да, объявление. Так, я не хочу из Болгарии ехать в Болгарию. Все есть, все можно купить, а там нет ничего. Я так мечтаю себе, думаю, не осталось, пускай братья поедут. И я никто не знал, я одна только себе думала. И вдруг я заболеваю вечером, а утром уже пароход идет в Одессе. А была блокада, не шел проход. И тогда я ночью заболела и уже говорю, Господи, я поеду, исцени меня. И утром я иду в магазин, покупаю все, я хочу в Одессе. Я отправился. Ну хорошо, в 21-м году, значит, вы... Болгарии. Не, вы уже в Одессу приехали. В конце 21-го. Да. И там начал Господь хрестить Духом Святым. И вы должны были открыть свое собрание. Открыть свое собрание, исцеление, и пророчество, и крещение духовное. Но тогда люди откуда? Люди приходили из баптистов, из евангельских, из евангельских и православных. Из православных тоже? тоже приходили. И только приходит человек первый день, первый раз в посещение. Очень духовное было. И, значит, у вас церковь росла? Да. Большая церковь образовалась. Самый голод, халер. И как долго, как долго вы там служили в Одессе? Были до 30-го года. Была полная злобода. Уже из Америки. То есть из Болгарии мы остались деньги, Болгарии нам прислали оттуда посылку. Потом из Америки прислали для всех и для верующих и для неверующих рис, маис, молоко и сок. и немножко потешали вообще. Да, но через эти 9 лет, что вы были в Одессе, сколько членов приблизительно там? Приблизительно вам скажу. Один коммунист, который расстрелил людей. чекар. У него жена и дочь ходили в собрание. Господь крестит духом. И он их не пускал и все уговаривал их. Не помогает, они идут в собрание. Тогда он берет наган в карман и идет в собрание и хочет проповедник. Мой муж проповедовал. Он пришел и стоит не хочет сидеть. Ждет, как кончит проповедь. Тогда он видит, мы проповедуем Христа распятого. И он стоит и читает. И потом сел, не мог стоять, сел. Сел и говорит, братья, сестры, молиться, меня тоже веришь. И вот он обратился, стал сидеть и стал рассказывать, как он чекистом работал, как он жену преследовал и не пускал ее дочь. А теперь он верит Кашин. И Господь ему открыл Духову Кашин. И тогда его уже станет преследовать Ангамерден. А он уже свидетельствовал собрание, каждый присущал из кафедры всегда только сидеть. Что она приняла Господь, что он верит Кашин и Господь Кашин Духов Светлый. И вот его арестовали и со мной вместе мы сидели в тюрьме, в одной тюрьме и на высылку пошли. Ага, Теперь приблизительно сколько было членов церкви? Около тысячи членов. Да? Около тысячи брали. В одной Одессе. Но когда в Жене в Одессе муж разъезжал тоже? Разъезжал. В Москву, в Ленинград, подеревнялся современеца, в израющие деревья. Но когда он разъезжал, что он делал, ехал баптистам евангельскими Он уже проповедовал полное евангельское крещение духовное, омоление ног. А где он проповедовал? В церквах? В церквах. Во всех баптистских церквах. Значит, баптисты принимали? Его принимали, да. Вот в Москву он приехал, работал фамилией его. Но когда они знали, что он пятидесятник? Ну, он ехал как пятидесятник. Проповедовал крещение духовное. Люди веровали из всех общин. И баптисты принимали? Принимали его. Принимали, и Господь крестил Духом Святым. Люди ликовали и радовались. И так по два-три месяца дома не было. Поеду в Москву, Ленинград, по деревням, по всем городам и везде народ. Ну, Когда он приехал в Москву, в баптистскую церковь, проповедовал, и люди получили крещение Духа Святым, тогда что эти люди делали? Хотели в эту самую церковь? Уже отдельные. Уже отдельные собрания открыли. Мой муж там жил. Но тогда баптисты что сказали? Они уже отошли, так что они не могли ничего говорить. Их никто не они видели то, что это должно быть. Тогда пастора не должны были мужа пригласить. Мы не принимали. Так что они отделились от баптистов. Отдельно собирались. Быков проповедовал в Москве, московский проповедник. Быков в баптистке. Он вышел из общины, открыли другую общину десятников. и вот он Быков сам начал общину. Мой муж там работал и с ним вместе открыли общину. Они были не баптисты, не евангельские, а трезвенники. от ШС. И приблизительно в тридцатом году сколько вы думаете было пятьдесятницков собраний в России? Или во всех общинах? Да, в России, на Украине. Но это несколько сот собраний в Пятьдесятницах? Да. Это вот так быстро. Люди голод, холод, болезни, голые бусы, куда они пойдут? Они только шли к Господу. Господь изливал твои дарства. Кто ходил и проповедовал? Муж и Коутович? два и больше. Ну, тогда был у нас от Седов приехал из Нью-Йорка за Мриго. Да, не из Нью-Йорка. С нами приехал. За песню приехал, он остался в Болгарии. Она, жена его болгарка. Они в Болгарии работали, а муж поехали в Одессе. Она еще живет, знаете. Я ее не видела. Я же ее хотела бы видеть. Я вам у нее дочь была. Она большая вообще. Так что они работали уже в Болгарии, а мы поехали в Одессе. До 30-го года большое обращение было. Люди прямо по всем городам и деревням росли. Код Павлов в Бонзе Павлове Силь Степановича. Он приехал в подольское губерния, а код дочь приехал проповедовать крещение духовное. А он говорит баптистам, не принимайте их, это не от Бога. Тогда встречает Павлов Колтович и говорит Колтович ему, брат Василий Степанович, пойдем молиться. Если это не от Бога, разрушится. А если от Бога, то Господь тебя крестил духом святый. И Господь его крестил духом Павлова Василия Степановича в баптистской проповеди. Где? В подольской губернии. В России. Тогда Господь его крестил духом, в общине и кричит братья, сестры, молитесь, Господь крестил духом святым. А через него исцеление. Исцеление, да, исцеление. Вы проповедовали исцеление и Господь исцелел. Ну хорошо, значит это вы делали от 21 до 30 года. тогда была свобода. Можно было ехать везде, но победовать где-нибудь и никто вам не запрещал. Ага. Конения не было, не закрывали церкви. Открыто было и свободно проповедно. В 50 году уже конения. да, но это мы потом пойдем. Значит, в эти годы, когда вы были в Одессе, была какая-нибудь библейская школа учить молодых или воскресная школа для детей? Было что-нибудь такое? школы не было воскресной. По домам так собирались каждый вечер и проповедовали крещение духовное, истинение и Господь совершал. И молодые слушали твои мысли, принимали хорб у нас молодежь. Моя дочь была. А специально для молодых не было такого собрания? было. Было общие собрания. Все вместе ходили в церковь. Ходили собрания женские собрания у нас было во вторник. В среду собрание было прессовное. В пятницу членское молитвенное собрание для всех общих. И потом пост и молитву и Господь исцелял и пятницу. В субботу? В субботу не помнишь. А воскресенье в воскресенье в девять утра и до часа до двух собраний. Четыре пять часов одно собрание? Одно собрание. Молитва. Проповедь, покаяние, молитвы, воскресенье, школа проходит тут же. А в там молитва такая, что входит сала отдельная не там, где проповедовали люди, а отдельная, кто заходили. Об исцелении заходили сюда, и там Господь исцелял. А воскрес моя школа, Вы сказали, это для всех мест? Всех для всех. Воскресенье не было, вообще было. Дети должны без родителей. Так не было детского. Значит, по 4-5 часов собрание было? Было так. Это воскресенье утро. А потом пошли домой и опять на собрание? Опять победа, опять собрание, не помню, сколько было вечернее собрание, и опять до 9-10 часов, опять вечера. Воскресенье. Опять 3-4 часа. Опять 4-4 часа. Ну и кто стойко мог проповедовать? Итак, Павлов уже проповедовал, приезжал к нам в Одессу и проповедовал Павлов. Мой муж Павлов Култович. А потом у нас был брат Рюмшин, брат, которого Господь одарил и Крестудухом святым, и он проповедовал, и он разыщал по деревням, его арестовали, заслали, и пропав в Семьмуштинь, в дальнейшем бою остался, и он не уезжал, и он Он из России, он в Америке не был. Не был, он в России, коронщен. В Одессе он жил, и в Одессе он победовал, и в Одессе он не работал, помогал. Но тогда все не проповедовали, некоторые учили, наставляли, учили, каждый понедельник проходили для проповеди. Приходили братья, сестры, и мой муж им лекции давал, и проповедовали, учились, и так начали работать. понедельник, понедельник. И многие проповеди? Приходили много, кто свободен. А то вечером понедельник? С утра. С утра? С утра. Молительная группа была уже после обеда, а с утра приходили только проповедники. А там молительную группу приходили все братья, сестры, те, которые выбраны по назначению Духом Святым. Венецианой Европы. И тогда эти, которые проходили по понедельникам утром на уроке, они тогда что, работали как проповедники? Да. Читали те места, которые наставление для проповедников. Ну, хорошо, когда когда пятидесятницкие люди поверили в этих местах, вы сказали, что было почти две сотни церквей, ну, где вы нашли столько проповедников для всех этих собраний? Во всех собраниях выбирали пан Марчука, пан Орка, из бахтистских общин и господи с Духом и их ставили на работу. Ого! Врут они! Они проповедники были в баптистах, приняли святого Духа. Да, и тут приняли им помощь, что присылали за мере. Да, да, но а что баптисты на то сказали, добрее. Они уже отдельно работали, так что нет. Ну, хорошо, все, все так свободно, успех продолжалось до 30-х года. До 30-х. А в 30-м году что случилось? Арестовали ни баптистов, ни евангельских и православных священников. Какого арестовало? Это Псалин. Псалин? Псалин. А по какой причине? Ну, гонение на церковь. Ну, а почему раз и церковь что-нибудь делала плохо? Ну, раз безбожная, безбожная страна, безбожная власть, Бог не знает. Ну, хорошо, а когда что правительство делало? Арестовали проповедников? Арестовали остальных всех людей, крестьян, кукурузников. Их арестовывали. Ну, и что нет из них? Чурмы, полные чурмы. Люди в церковь были заполнены были крестьянами. И люди падали как мучи. И голодные, и голые, раздетые. Как арестуют их, так придут полный людей. И люди умирают и несут и хоронят. В этом я верюши? Уже не верующие, уже кукурузников. А, но я добро за верующих. Ну, мучшие арестовали, держали, пока суд совершился. И тогда их посылали по назначению кого-куда в разные стороны. В лагеря на Мисулку мы его мужа сослали в Харькове. Один коммунист поверовал. Не тот, который я рассказывал, а круглый коммунист. пришел в собрание, у него жена и тесть были баптисты. Пришли в собрание, и он получил крещение духовное. И тогда он объявлял нас в кафедре, преповедовал полный Евангелие, что его господь кажется Духом Святым. И в росте вставали и сослали с моим мужем вместе в Харьков. Я поехал в Харьков к нему, еще я была на свободе. Харьков в тюрьму. Да, он в тюрьме был, я в тюрьму пришла. Приходим в тюрьму с этой с его женой, с сестрой. Я и она приехали. Прихожу и спрашиваю мужа, говорят, нет его. Мы прямо прокуратуру, прокурор. Приходим к прокурору, очередь, еврейки там из Одессы. Мы в очередь встали, заняли очередь. Подошла наша очередь, приходим к прокурору, говорим. Мужа ищем, прислали их сюда, в этот в Харьков. Приходим. Что случилось? Что случилось? Нет, пожалуйста. Мы берем. Мужа ищем, не делаем? Нет. И прокурор? Прокурор говорит, завтра будете мне свидания. Да, да, мы проходим в МКВД, в канцелярию, я захожу, а потом эта сестра приходит. Я прихожу, он мне говорит на моего мужа, что он такой, нехороший, плохой человек. Я говорю, вы знаете, у меня семья большая, у меня пять человек здесь, и, а муж, австралий, он не виновен. За что его австралии, я не стою. А он хотел, чтобы я его тоже на оружие напала, а я защищаю. Тогда он говорит, выходите. Я вышла, заходит сестра, коммунистовщина. Она говорит, вы уверены мне, ну уж неправда, обман, не заблуждение. Так она сказала. Это она сказала. А я стою за дверью, все слышу, и вышла. Он, я послал мужа. Тогда на второе нам всегда не дается. С моим мужем есть я мор. У нее муж тоже самое говорит Штенна. Неправда, соблуждение, мы не верим, коммунисты, он же боится. Так что же ему, моего мужа сослали на нас, комиссар, самый холодный край, Сибирь, а у нее мужа послали в Ташкет заведующей больницы. Это ему дали лагерь. Как коммунисты? Ну вот, дальше защищаю и приехала на Бедесу. Думаю, что она будет говорить. А я рассказала, что она там отрекалась и каянность. Теперь она приходит собрать. И как будто она, как верующая. А я говорю, она отрекалась, так говорила, что неправда, собрать женщину, что она не верит, они не будут верить в это. А они долго не были. Они приехали из Ташкета, привозили материал, марклатуру, все складывали в склад. Врачу пришли бандиты, связали отца мать, а он уже поехал работать, коммунистом. И тогда им сказали, не жите, не вставайте. Выездили у них все, но машины все выездили, что они из Ташкета. А вам дали видать мужа тогда? Я дали мужа. И он что-то сказал. Говорит, со мной посадили одного человека, ненормального, свошедшего. Я бы не верю, он нормальный, это говорит, что они тебе дали, а ты только молись, деньги, так сказать, Ну, Его выслой имя, говорите? Коми, сэр. И он это в 3-м году? 6 лет он там проработал. О, какая работа? Во втеке. В Гаттерм сидит и пишет. А в то время что ты делал? А в то время я была еще в Одессе, проводила Сашу, Петра и Джана в Америку. Приехала в Одессу. Во-первых, они не менять в 33-м году. В 33-м году. И пасы расставали? Меня уже расставали. За чего? Ну, гонение на всех. Ну, какая причина? Большого проводника приехала из Америки. А на вас как? Потому что расставали меня. Но и вас где дали тогда? И мне в Одессе в Тюрьме год я просидел. О-о-о. Год. И маленькие остались вот сейчас, которые здесь до чистой по-русски не знают ни слова. Приехали маленькими сюда, к Саше уже. И они их определили к верующим, но бездетные. И они их выросли. И образование получили. Значит, все дети тогда уже? в Тюрьме но я уже в Тюрьме год сижу, они приходят ко мне и все говорят, мама, мы с тобой будем на месте вопло. Я не могу сать, и кушать нечего, и пустынень нечего. Пальто, в котором я хожу, я его наночу, а Лафрова меня не успела. А кто за детей ходил? Ну, Пател Борто. Ага. И они володные и боссы и так ходили. В Тюрьму посекающие придут ко мне и Бог не загадает и плачет. А, плачет. Счали вот так. Счали вот так. А потом уже пришли ко мне, а я уже в больнице лежала. Пришли мама и сейчас мы едем на ней. Поехали, я буду за всех вас передать, а вы поезжайте, не там будете жить. Просидели в Одесске со мной, а потом меня не там с бандитами, на Караганду послали. Караганда. О, еще в Манницу. Это Мангиты, Боры, там все разный народ собрали сброд. Телячий вагон красный, на замок заперли. В Насибирь где-то? Да. Поездом ехал шутбой, мы ехали больше месяцев. Поездом? Поездом. Красный вагон товарный. Как далеко? По два-три я стоял на поездке. Ага. Но хорошо. Они дороги все нас обняли. И вы, где вас уездили, в каком месте? Это Караганда, около метра Кетропавловска. Сибирь, начало Сибири. И как долго там были? Это было, пока мой муж прислал телеграмму, уже хлопотал, а начальник был там у них. Приехал Бери, начальник Валвитерей Котели. Бери приехал к ним, и он заходит к нему в контору, и просит, что моя жена в Караганде, если можно, потребует жены сюда, ко мне. И он меня прислал. Меня высыпает начальник, вижу телеграмму на стороне. Коль ты поедешь, присылай двух человек, и так, два человека, по посланию мне туда, комиссар, холодный, лето посинит, все зима, сильный ветра, сильный холод. На них там ездили. Значит, вас тогда привезли, там, где муж был, тем муж. И вы тогда что делали? Там, в этой же аптеке меня посадили работать. Он с одним дня, с другим порошки делал. Мази. В этом году это было депонт? В 1905-1920. Но, значит, вы не могли вести духовную работу тогда? Уже к нам приезжали верующие баптисты, наши пятидесятники в лагерь. И все искали воронаевых. Приходили к нам, и я им давала свой паек, кормила их, и они искали только поддержку. И вот и баптисты, и всякие. Ну и как долго вы были там? Я отбыл строк, мне было три года дана, но я уже третий сидел в Одессе. За два года? Да, тридцать год. А уже тридцать темно, да, четвертый. А тридцать пятый я работал на чеке. Отбыл строк, ждал своего мужа, чтобы он отбыл строк. Уже у нас квартира была там. Я в этой квартире жила, не ждала, пока она будет. Он отбыл строк, получил документы, и они поехали в Калугу, под Москву. А губцедам и сленнивизор туда, чтобы он приехал в Америку. И во втором арестовали и сослали. В 1936 году, в 16 октябре его снова арестовали. Ну, ну, хорошо. Вы приехали где, в Калугу, близко Москве. Близко Москве. И вы что там делали? Парфунетов. Также был Парфунетов. Парфунетов. Барфунетов предповедал крышения духовные. Часть приняла, а часть нет. Часть стали его призывать. Как долго вы там в Калуге жили? В 1935 или 1936 году приехали в Калугу, а в 1936 мы его снова арестовали. Несколько мест он был арестов. Ну, еще нам сказали в том лагере, где мы были, сказали, что НКВД, что его не пустят в Россию, что его арестовали. Так и вышло. Ну, арестовали вас в Калуге. И что вам тогда сделал Иван? Я осталась на квартире, а мы фотографировались, послали детям карточки сюда, в Америку, прислали детям тысяч рублей, эти тысяч рублей нужно было получить, его уже арестовали. Он уже четыре раза ехал в Москву получить эти деньги, так и не дали, пока его арестовали. И эти деньги мы не видели. Так нам не дали. и нужно было его арестовали внести ему передачу, кормить, надо было самой кормиться. Приехали из Америки, из Москвы, Гарри в Американском консульстве работал бухгалцем. А Павлик ему дал деньги. Его приятель, друг его был. И он его привез в Москву, в Калугу. Я носила мужу передачу, пока его сослали. Но он в тюрьме там, в этом месте был? В этой Калуге. На как того? Октябрь, ноябрь, декабрь. В декабре его сослали. Сослали где? Вот сослали его в Петропавловской крепости. Это опять в Сибирь? Это далекий Сибирь, это страшно. А вы остались в Калуге? Я все сделал, чтобы мне тоже не оставали. Собираю вещи, стою одной сестре. Она поверила духовное крышение. Я ей несу, а хозяй своей нечаян говорю. Я еду сколько можно. И по Москве пописли. А сама поставила чемодан с треом верующей. А потом машина была, я продала машину, поехала в брат автоштенцы. А в Москве только было два-три дня у брата этого Быкова. Он еще живой был. И дала несколько рублей мужу передачу в Москве. Я в Ташкентный брат. Там поступил на работу в маслозаводе Мокетчицы. Я там работал. Ташкент это город только Луга, а это улица Парлаза. Ну ничего. Значит мужа они отслали в Сибирь. В Сибирь. А в этом месте и до какого пора? И вы знаете, я перебью. Когда мы заполняли анкету указать где ваши родные. А я своих родных сказала лужу ты своих покажи а я своих не буду писать. Чтобы они не сторонали со мной. Я не указала без отец мой старый он уже умер большого родника. Я поехал к родным и меня почитали. Я работал там в Узбекистане город Курка Никурка. И вы как долго там живете? Я там была около три. Работала А муж в Сибирь? А муж в Сибирь. А вы имели переписку с ним? Уже не было. Не было. А что вы? Он не знал где я, а я не знаю чего. Ну и после трех лет тогда что? Тогда сестра моя говорит мне ты поезжай туда к своим. А наши были все в Алматы которые здесь сейчас. Они в Алматы. Я поехал сюда и там работала. Там я работала в швейной фабрике потом поступила на автобус с кондуктором на автобусе. В Алматы это затощение около какого-либо какого-либо в Алматы сутки были там в Алматы в Алматы значит вы женив здесь работали а муж все время там вы видали мужа после того? только видела когда он в Калуге был в тюрьме его приводили на последний раз в 1936 году 16 я приносил ему передачу а уже 5 декабря его сослали и вы больше не видели? Не видели ни письма не имели ни письма не видели претензий не письма в письма крепости самый тяжелый лагерь как его там везли в 1936 году вы не видели и не имели приписку? не имели приписку кто нибудь тренировал вам? учительница которая занималась своими детьми французская она преподавала английский язык в Одессе а он имел с ней переписку с этой учительницей он написал письма и это письма я читал это в каком году? это было 1936 наверное начале 1936 а Павлик в то время был еще в Одессе так что он тоже это писал и адрес он знал а я не сам его адрес он написал и тогда в России как в этом месте как если была Матай там работала потом под кровью мы должны приложить больницу у меня была буржайшая почка они считали что у меня какая-то операция дождает они мне клади в больницу я прихожу к одной сестре и говорю я всегда к ней приходила и говорю можно у вас оставить чемодан меня в больницу кладут а ты молилась я не молилась давай помолимся встань с ней молиться она говорит тебе путь в этот курган курган что это курган не помню курган пошла молиться город не вспомнил уехала курган приехала в курган зима холод мороз сильный и кого искать бавчистов сослали кого искать спрашиваю бавчистов спрашиваю их прислез когда я перешла к одной она была пятидесятницей мужем расставали и сослали как поляк и она осталась одна ниже никого и я с ней познакомилась и узнала всех уже я всех узнала наших пятидесятников там где был наш брат пятидесятник он был в кем в общине слыхал фамилии его и он там на волну високе был в то время когда меня заслали и он в то время был и через раз меня туда дали я не перешла на квартиры не жила и работала поступила отеля авторг продавцом магазин потому что я паспорт имен почему я запрещал такой холод здесь из Ташкент я вот меня здесь знакомые родники а мне надо было да и вот я там и работаю значит тогда из тридцатого года до тридцать шестого да но когда мы приехали в Америку это было пятьдесят двадцатый двадцать первый год а в Америку это был одиннадцатый год в одиннадцатом году нет теперь 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 шестидесят в шестидесятом шестидесят хорошо от тридцатого года до шестидесятого года значит тридцать лет я прошла все тюрьмы и все лагеря меня опять расценивали вы жили кругом но вы не могли работать духовно нет никак мы должны работать а другие могли когда когда мы там жили вы видали что собрание бывают после кого расставали когда моего мужа там еще община наша была еще собирались и были проповедники Бондаренко брат другодящий а потом он приезжал к нам к моему мужу этот Бондаренко просил чтобы его там поставить другодящим мой муж сказал я теперь ничего общения не имею сообщения я уже заключенный человек так он поехал и я разговор такой я слышал что его арестовали и расстреляли тоже да но а в эти места где вы жили вот там вас послали вы там уехали там ну я в аптечной в аптечной там же там были собрания по всех городах где мы были только в аптечной общине вы их не гонили ничего были многие сослали а остальные уже тихонько спились тихо как по домам уже не имели собрания не было по домам так сказать ну да но вот Пожидков говорит что есть пять тысяч церквей в России везде пять тысяч церквей но почему он так говорит вы думаете что люди боятся он говорит что есть пять тысяч церквей пятьсот тысяч членов и что есть свобода но это правда вы видели столько после того не было уже таких арестов это были еще общины открытые общины а потом была объединенная община уже не пятидесятники а только евангельские баптисты пятидесятники часть и это одна была община в одном городе это я была в лагере я только я не знала в каком году это получилось а потом меня уже сказали что объединилась община и открыли одну общину и тогда проповедовали а мне значит когда мне расставали уже третий раз после войны это вот тогда меня следователь говорит вот дают мне пять лет дали лагеря и я поблагодарила за эти пять лет и жду выслугу а потом я молюсь и мне Господь открывает что меня освободят мне Господь открывает что мне дадут субботу и я жду день два три вызывает меня следователь и говорит то что мне Господь открыл и он мне то же самое говорит мы вас освободим чтобы вышли в баптистскую общину присоединились и там проповедовали в общине баптистскую баптистскую принимают меня боятся я из церквы вышли боятся и на квартиру никто не пускает а наших пятидесятников нет все выиграли это где было это было уже фрунзе 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 это за ташкент последний город где вы жили перед тем когда вы уйти в Одессе я поехала в Одессу пятьдесят восьмом году и там в Одессе и мне было так сказано духом через одну сестру прошли годы прошли месяца прошли дни прошли часы прошли минуты остались одни хвилины это минуты и вот я получил от Петра адрес приезжал сюда из Киева Андреев проповедник он объединенный община он бактистский проповедник он приезжал к Иврланд против увидел и сказала повези адрес моей мамы Андреев он был где проповедник в Киеве в общине бактистов он здесь приехал на визит в Америку да и когда он прислал с ним адрес сми а я уже в Одессе он спрашивает для Воронаева бояться сказать что опять ее сошлют никто не говорит а потом я присоединился к этой общине мне сказал наш проповедник наш общин по нашей общине Кузьменко он был в объединенной общине в Одесской а так он работал за Одессой при Ионе при моем муже мы его сослали и в одно время нас сослали на высылку меня и его в одно время а он потом когда я с высылки вернулся то он объединился в общину общей и здесь он проповедник РТН а я там еще блуждала но и этот Кузьменко что сказал он мне сказал так вот тебе Андреев привез адрес но ты прежде всего должна войти в нашу общину а присоединиться тогда ты получишь адрес я говорю хорошо когда теперь меня ищут чтобы я объединилась а тут никто не говорит бояться что меня достают опять да наш брат который духовный он очень за меня и за мужа и за детей такой я был приятный брат он мне говорит вот так тебе сказала Кузьменко буду тобой беседовать что ты объединилась ну пойдем сейчас к нему и спроси когда и где мы будем говорить он побежал скорее собрание к этому Кузьменке спросить когда мы будем сядывать он говорит завтра убрать и дать что в дом нибудь он он рано бежит уже пойдем ну пойдем я стою в очередь за молоком в очередь с ним кругом прибежала молоко я получила оставила пошли к ним пришли еще рано еще холодно потом пришел Кузьменко с ним баптийский проповедник двое убаваривает меня присоединись и то еще и тебя в Америку пустят а так тебя не пустят в Америку преследует вашу общину я говорю я с удовольствием я присоединись тогда мне пишет Андреев присоединиться в общину и я вам пришлю адрес я уже присоединен уже я слава Господа в объединенной общине тогда он присылает мне не мне а на этого проповедника присылает адрес чтобы не пропал он не дает расписывается я пишу ему письмо а уж я в объединенной общине присоединился тепло приезжают братья если не из районов духовные и я говорю братья вы никого не заставляете присоединиться если у меня открыто пускай так остается кому как открыто моего дела пусть на меня не смотрят мне нужда заставляет я по нужде должна была присоединиться мне нужно к детям поехать иначе я не могу ехать и вот так всегда всем говорила никого не заставлять кому как открыто пусть так действует я вам скажу еще одно дело когда в 47-м году или 50-м 50-м сад сад поехали наши братья в Москву к Крущеву уже Сталина не было Сталин же умер приехали к Крущеву собрали западные из Украины подписи наших 50-го чтобы открыли союз и общину духовную их арестовали по 25 лет дали и отправили на фуфру и они там в тюрьме сидят и на работе их целовеки из Украины значит несколько сколько их было 5 человек пошли из Одессы или из Украины из Украины пошли в Москву в Москву из Украины это значит из Николаева из Шерсона из Одессы и они сидели в тюрьме они представили они представили вот мы собрали попись наших 50-ников просим дайте нам союз открыть союз и уже арестовали по 25 лет дали это Коверто Коммунисты так сделали это Крущев Крущев делал сам и я с ним переписку не дали и эти 5 человек еще в тюрьме где-то сидят еще сидят на 25 лет дали хоть умрешь и умрешь все однажды тоже окончить 25 еще 20 лет получишь и вы не слегали освободи и я уже перед тем как сюда ехать вообще не была там обезьянной писала и они еще в тюрьме сказали что мы уже так отбывается быстро и он на работу и гонит их а ночью страдь и не почему они хотят быть в это соединенные они хотят объединяться зато их оставали зато их и посадили сами раз это плохо быть объединенные они против это неправильно некоторые пятицарники они обединились и хорошо делали ходили в собрания проповедовали работали и все не содержали а кто не хотел сидели в лагерях а как ваше мнение мое мнение что они объединились свободно проповедовали и работали и все не содержали а когда они вместе работают вы говорите о них тогда имеют свободу так они проповедуют и работают и они могут следовать за сейчас я получил письмо из Москвы от брата руководящего нашего присадника он был объединенный общим то ему всегда говорили глубоко не бери бери сверху я кота проповеды не сильно бери так ему не дали проповедовать 50-ников объединенной общине теперь он мне пишет письмо такое я вышел объединенной общине и работаю на производстве уже не работаю а теперь пишет на производстве работаю и работаю уже 50-ников такое письмо имеет Он имеет какое-то собрание? Собрание, тоже там проповедуют, там работают. Может быть за городом, может где-то в Москве. Московская община. Там много были необъединенные наши пяти десятники. И он хотел работать в десятниках. Ну хорошо, а если коммунисты узнают, тогда он... Не знаю, как он. Он и так был уже пять раз существовал. Ага. Ну, значит, те, которые вошли в этот союз объединен... Они считают это неправильно. Вот те, которые не вошли, а эти считают, что это неправильно. Он неправильно, он неправильно. А я не нахожу тут ничего плохого. Отправление хорошее. Даже тем, братья, не бери не написать, Петр. Добавил Саратов Даня. Тем, братья, не братья, не сладкий. Армодзент. Петр. Ага. Добавил Саратов. Ставiono. Р karş. Армодзент. Отправление хорошее. Тебя по הזהкам.